В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Братская могила шахтеров, погибших в 1945 году, может исчезнуть. Руководитель Академии питания Турегильдер Шарманов привез в Караганду новый проект. Мастер-класс известного кулинара России Александра Селезнева. В Кокпикте отправилась гуманитарная помощь от коллектива Карагандинского государственного технического университета. 2,5 миллиона тенге свой однодневный заработок собрали его сотрудники для пострадавших от подтопления. Несчастье, как лакмусовая бумага, проявляет отзывчивость в сердцах людей. Тысячи земляков, не дожидаясь призывов и просьб, решили помочь пострадавшим от наводнения. На митинге в поддержку потерпевшим Кокпиктинцам, профессорский преподавательский состав и студенты технического университета решили отправить в поселок не только деньги, но и гуманитарную помощь. 2,5 миллиона тенге собрали наши сотрудники. Это однодневный заработок в помощь пострадавшим. Сегодня здесь 96 коробок. Там и продукты питания, одежда, обувь, ручка, мыло, синтетические моющие средства и так далее. Это наша поддержка людям, которые сегодня находятся в трудном положении. Сразу после митинга в Кокпиктей отправился караван с гуманитарной помощью. Многие студенты и преподаватели впервые увидели, что может натворить неуправляемый водный поток. Волна в полтора метра высотой просто все сметала на своем пути. И хотя сегодня страсти поулеглись, но у людей спокойствия пока мало. Технический университет привез около сотни коробок с первым необходимым для Кокпиктинцев. Сразу была организована раздача помощи. Это не последний акт проявления милосердия к потерпевшим от подтопления. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Как потратили бюджетные деньги в Караганды-Су? Что успели сделать коммунальщики в прошлом году и какие планы у них на ближайшее будущее? По случаю окончания отопительного сезона депутаты городского маслехата посетили несколько объектов водоснабжающей компании Караганды. Остались ли они довольны увиденным, узнаете из следующего сюжета. Такое же количество мы приняли в бесхозных сетях, которых одно составляет 100%, где нет ни задвижных, ни колодцев. В содержательных слайдах вся история расходования бюджетных средств за прошлый год. Народные избранники приехали услышать из первых уст, что успели сделать коммунальщики и какие у них планы на ближайшее будущее. Рассказывают, полным ходом в городе идет модернизация сетей. В Караганды-Су также сообщили, что обратились с предложением в нужные кабинеты, чтобы и дальше внедрять новые технологии и улучшать качество питьевой воды для горожан. На сегодняшний день наши специалисты выезжали в Ивано-Франковск, где посмотрели новую технологию, которая без хлора, будем говорить, современной метод очистки. Американская технология, полностью 100% автоматизированная система, которую мы хотим применить у нас. То есть вкус воды, да, качество родниковой воды. Мы стараемся на это выйти. В прошлом году, рассказали в компании, большая часть казенных средств была потрачена на модернизацию насосных станций. Так что теперь, к примеру, жители Юго-Востока круглосуточно получают воду с хорошим напором. На предприятии также закупили 37 единиц новой спецтехники для водопровода и 6 для канализации. В 2013 году выделено 4 миллиарда 174 миллиона тенге. Это реконструкция госпервой очереди. Один водопровод от второй зоны до Гульдер-2, водопровод третий от ВОЗ до второй зоны, водопровод по Ленина и реконструкция доквартальных сетей сортировки. Она в режиме реального времени наблюдает гидравлические режимы по городу. Город из Караганды-Су – обновленная диспетчерская центральная информационная система, как всевидящее око. Мимо нее ни один проблемный участок не ускользнет и вовремя зафиксируют аварии. Кстати, их, говорят коммунальщики, теперь стало наполовину меньше. А ведь устранение одной такой неполадки обходится не меньше, чем в 120 тысяч тенге. Так что теперь в компании за счет модернизации и деньги сэкономятся. Видно, что предприятие развивается согласно перспективного плана развития, поэтапно, никуда не торопится. Но при том, при этом, при всем не забывает о том, что, во-первых, за их плечами стоят это потребители, карагандинцы. И главная их задача – это хорошее качество воды, хорошее качество обслуживания. На шестом узле, что в Пришахстенске, сделали ремонт здания и обновили оборудование. Сверхчувствительная техника реагирует на любые сигналы. Хорошее подспорье для работы коммунальщиков в оказании более качественных и оперативных услуг горожанам. Сегодня была представлена инвестиционная программа, программа выполнения модернизации предприятия. И мы очень удовлетворены ходом всех этих работ. Показатели, можно сказать, что уменьшение количества товаров почти на 50%. Модернизация шла за счет бюджета города, области, республики и за счет собственных средств предприятия. Это радует. Это оставило очень хорошее впечатление. По вопросу сетям, что очень много сделано, по сравнению с тем, что было в начале 2000-х годов, огромная работа сделана. И что больше всего радует, что все это выведено на новый технологический уровень. Что система управления, что система контроля, вот даже приобретенная аппаратура – это все новый технологический уровень. На вопросы депутатов по поводу разрытия во дворах коммунальщики ответили, что постепенно наведут везде порядок. Только заметили, не везде ямы во дворах. Это дело их рук. Говорят, кое-где виноваты нерадивые подрядчики. Заодно обсудили больной вопрос с городскими ливневками. Пришли к мнению, чтобы местные власти поскорее определили хозяина, ответственного за сбор и отведение атмосферных источных вод. Николай Кровец, Кабиден Куружбеков, Бахтя Русманов, Первый Карагандинский. В областном Акимате во главе с Акимом Карагандинской области Бауржаном Абдишевым прошло заседание Координационного совета по реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития региона. На общее обсуждение были представлены 16 проектов. На очередном Координационном совете обсуждали план 16 проектов, которые будут реализовываться не только в нашем регионе, но и по всему Казахстану. Первыми на совете были представлены проекты, рекомендованные для включения в карту индустриализации. В их числе строительство опытно-промышленного участка гидрометаллургической переработки чернового медного концентрата ТОО «Корпорация Казахмыс». Целью данного проекта является наработка науку на промышленном участке исходных технологических параметров для разработки проекта реконструкции с Казахстанским гидрометаллургическим переработкой черновых медных концентратов. Общая стоимость проекта составляет по разбирке собственных средств 391 миллион тенге на проектирование угла по условиям действующего договора. Также заемные средства в размере 925 миллионов тенге на финансирование строительства. Данная сумма представляется ориентировочно и будет уточнена после выхода проектно-смертной коммуникации. Аким отметил важность представленного проекта, подчеркнул, что он является частью комплексного плана развития Жасказганского региона. На совете присутствовал президент Казахской академии питания, доктор медицинских наук Торегельди Шарманов. Он, в свою очередь, представил уникальный проект по производству и разработке кобыльевого молока. В своем докладе академик отметил натуральность и полезность данного продукта. Хумыс – это обогащенный исчез, способствует очень важным необходимым элементам плана и спиртового производства. Опять-таки, ни один другой продукт не позволяет этому. Это продукт невозможно подвергнуть тепловой обработкой. И это испоконит его практически требует защиту самого качества естественного свойства. Поэтому такой продукт требует чаящего резина переработки вклад, как-то естественное соответствует, который поменяется для лимферизации современных метров, сохранения всех этих качеств и позволяет нам это применять для различных свежих человеческих деятельностей. Для развития нашей области и страны в целом нужно разработать новые инновационные проекты, которые помогут поднять Казахстан на более высокий уровень. Еще один проект, который рассмотрел Координационный совет, был представлен ТО «Холдинг Алтын Арна», который вот уже 8 лет осуществляет свою деятельность на рынке Казахстана. Мы представляем проект производства широкоформатной пленки двухслойной для потребителей Карагандинской области в большей части, но и по Казахстану. Мы планируем занять сектор технической упаковки для производителей минераловатных изделий, плита базальтовая, вата и так далее. Это корпорация СБС-групп «Актобе», «Мамыр» – группа компании «Тимиртао» и компания «Пеноплекс» в городе Кавшигае, Алматы. Мы с ними договора намерения заключили. Планируем им поставлять эту пленку. В завершение заседания Аким Карагандинской области Боржан Абдишев поручил управлению предпринимательства направить список проектов, одобренных в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в фонд развития предпринимательства «Дому» и банки второго уровня для дальнейшего заключения договоров субсидирования. А управлению промышленности и индустриально-инновационного развития поручено направить пакет документов по рассмотренным и одобренным проектам в Министерство индустрии и новых технологий для получения отраслевых заключений. Гульнур Жакен, Сергей Высокосов, Габиден Куружбеков, Бахтия Роспанов. Первый. Карагандинский. Студенты и преподаватели Карагандинского государственного медицинского университета встретили выдающегося ученого, известного общественного деятеля, организатора и руководителя Академии питания Турегильды Шарманова. Он же академик Российской академии медицинских наук и Национальной академии Республики Казахстан. Заслуженный деятель Казахстана. Турегильды Шарманов – коренной житель Карагандинской области. Родился в селе Олутау. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт с отличием. Он его самый первый выпускник. Наверное, первый диплом в моих руках был как раз. И исторически этот факт, который заставляет меня всегда ответственно относиться к своим делам, обязанностям. Я всегда обязан, чтобы карагандийский, медицинский всегда был достойным. В Караганду приехал Сидеи. Совместно с Германией хочет создать проект по кобыльному молоку, то есть по кумысу. Это мечта профессора с советского периода. До этого он создавал продукты для детского питания и не понаслышке знает о пользах кумыса. Кумыс – это единственный продукт, который не теряет свои натуральные свойства, говорит профессор. Это Бог дал моей нации, так же, как многим, кто, например, почитает это кобыльное молоко. Это божественный продукт. Поэтому именно таким проектом я приехал. Под его руководством построен не имеющий аналогов на территории СНГ завод по производству детского питания «Амиран». Производительностью 15 тонн готовой продукции в сутки. Внедрены в практику здравоохранения принципиально новые продукты детского питания. Студенты рады были встретить выдающегося профессора. Особо хотелось бы отметить важность таких событий для нашего университета, ну и так же для всей молодежи. Собралось очень много народу, и всем это очень интересно. Будем надеяться, что такие события будут продолжаться в дальнейшем. И мы будем очень рады видеть таких людей, таких важных. Жезера Абдраимова, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Братская могила погибших шахтеров в 1945 году в скором времени может исчезнуть Сын одного из погибших горняков обратился к нам за помощью Ведь последнее пристанище родителя может быть засыпано рудой из карьера Все подробности у Амины Смаковой Сегодня сыну погибшего в 1945 году шахтера уже 70 лет Дмитрий Котков – коренной карагандинец Пенсионер, представитель династии шахтеров 1 мая 1945 года Дмитрий Котков лишился отца Он погиб, когда находился во второй смене, добывая уголь Первый 8 минут работал, пришел в спецовке домой Покушал и на полу лег спать Отдохнул, поспал и опять на работу через 4 часа Опять ночь на работу пошел Было так, повышенная добыча В честь Дня Победы нужно было уголь выдавать И вот он ушел и все, и не вернулся Не вернулся не только его отец, но и остальные 86 шахтеров Ночью 1 мая 1945 года произошла эта страшная авария Которая унесла жизни горняков и изменила судьбы многих людей Как раз именно в этом месте, между шахтами имени Горбачева и Байжанова Установили памятник на братской могиле Дмитрий Котков каждый год приезжает сюда, чтобы возложить цветы на братскую могилу Где захоронен и его отец Сейчас Дмитрий переживает, что скоро даже цветы возложить не сможет Сначала охотники за легкими деньгами стащили железный забор Теперь вот с недавних пор рядом стали ссыпать руду Которая уже образовала огромную стену Еще чуть-чуть и насыпь до кладбища доберется На памятнике нет ни списка имен и фамилий жертв аварии Вообще никакой таблички Для Дмитрия Коткова важно, чтобы могила отца и его погибших товарищей Осталась в целостности и сохранности Это страница героической истории Караганды Ну конечно, кому не хочется, чтобы могила, ну как бы, почитание было как предков Надо же, почему Тем более, что он погиб же как Отдавал то же самое, что и на фронте отдавали же Шахта считалась как бы второй фронт Странно, что такое место сегодня осталось заброшенным и забытым 87 горняков, погибших в 1945 году, нельзя оставить безымянными Сам Дмитрий Котков не знает, куда и к кому нужно обращаться за помощью Ведь могила погибших шахтеров и его отца может просто исчезнуть Первый Карагандинский обращается к общественным организациям Заинтересованным людям, к руководителям районов и города Караганды Давайте в честь 80-летия шахтерской столицы Защитим и восстановим памятник 87 погибшим горнякам Они отдали жизни за наши сегодня и за наши завтра Амина Смакова, Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахия Роспанов, Первый Карагандинский С момента обретения независимости уделяется большое внимание проблеме аномастики Хотя многие населенные пункты вновь обрели свои исторические названия А другие еще ждут своего часа, это проблема не одного дня Насколько это актуально на сегодняшний день узнавала наш корреспондент Аномастика – наука, изучающая имена собственные во всех типах их происхождения Сформированные исторически сложившиеся названия географических местностей, административных единиц Это как древняя летопись истории И каждое их изменение воспринимается как редактирование той же истории На сегодняшний день уровень правильного применения государственного языка в Карагандинской области составляет 79% Самый низкий показатель в Бахаржаусском районе – 69% В Осокаровском и Ябайском районах – 50% В области 1982 улицы, из них 1601 несет название на русском языке В самой Караганде 616 улиц, из них 559 остались на русском языке Чтобы перевести все на государственный язык, надо начинать с масштаба города, затем области Но обидно, когда говорят и до конца не доводят дело Сколько времени обсуждается этот вопрос? Осокаровка, Киевка, что за названия? Неужели нельзя дать казахские названия? А центральные улицы нашего города? Ленина, Гоголя? Есть же поэты, батыры, которые внесли вклад в развитие казахского народа Действительно, было бы хорошо, если бы мы слышали и читали историю по названиям даже улиц Если бы в казахской аномастике появились названия, взятые из национального языка Отражающие национальную историю Это и патриотично, и справедливо Иначе люди, привыкшие к старым наименованиям, не будут спешить избавиться от них Жизираб Драимова, Габиден Крушпек, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский Песню о дружбе сочинили два карагандинца и выложили ее в интернете Именно здесь молодые ребята собирают своих многочисленных слушателей С авторами композиции встретился наш корреспондент Идея создания клипа пришла неожиданно Два парня из нашего города, Алексей и Лерник, решили пробиться на карагандинскую эстраду Для этого сочинили стихи и переложили их на музыку Тем для творчества было много, но решили остановиться на дружбе двух людей У нашего клипа, в принципе, тема о жизни, быт То есть, как люди друг друга теряют, после жалеют, допустим Ну, как бы то, что все, что есть рядом, надо этим пользоваться А они, как это, лучше синиться в руках, чем жирала в небе В принципе, про дружбу, про жизнь, вообще про понимание этой жизни Зачем все эти сложности? Не задавай вопросы Выкинь все из головы и жить будет намного проще Ребята долго не думали, где проводить съемки клипа Решили снимать на улице, а песню записали в домашней студии Слушателями молодых дарований пока являются пользователи интернета Именно здесь они получают различные замечания и критику Парни успевают даже давать концерты Выступали тоже не только в Караганде, в разных городах Уже как бы есть Да, в Кустана и в Астане мы стабильно выступали Несколько раз, не один раз Есть предложения в другие города, но в отсутствие возможности мы пока не рассматриваем А в данное время молодые исполнители не сидят без дела, а записывают новые песни Николай Кровец, Эден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Назарбаев интеллектуальная школа на сегодня стала элитным учебным заведением Где учащиеся развиваются не только в области наук, но и не забывают занятия спортом В Карагандинской Назарбаев интеллектуальной школе на днях открылась волейбольная лига Школьная спортивная лига заработала с сентября прошлого года Она организована управлением образования Карагандинской области И управлением по туризму, физической культуре и спорту Лига призвана формировать здоровый образ жизни среди учащихся школ области Пропагандировать занятия спортом Школьная лига по волейболу объединяет около 5000 молодых любителей спорта Любой ученик может стать волейболистом и членом команды своей школы, если есть разрешение врача В соревнованиях в честь открытия волейбольной лиги приняли участие 16 команд Около 200 школьников-спортсменов Победители данного мероприятия Именно одна школа поедет на республиканский этап Школьной лиги защищать честь Карагандинской области Победители призеров будут награждены грамотами, кубками и медалями Сегодня государственная политика выделяет особо одно из приоритетных направлений развития государства Здоровье нации! Открытие школьной спортивной лиги есть серьезный шаг к решению этой проблемы Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский И в заключении объявление городского акимата В Караганде в период с 1 апреля по 30 мая объявлен весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению В связи с этим в городе будут проводиться субботники 5, 12, 19, 26 апреля и 3, 17, 24 мая Просим всех жителей, работников учреждений, предприятий, всех форм собственности Поддержать в своем участии благоустройство нашего любимого города Сделаем Караганду чистой и красивой Это были все новости на сегодня Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 Всего доброго! Аман Саугалмстер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова